Всем привет, друзья, с вами VJDream. Надеюсь, вам понравится данное видео, и вы поддержите его лайком и комментарием, мне будет очень приятно. А также заглядывайте на стримы. Все необходимые для этого ссылки в описании под видео. Подписывайтесь и берите всё самое необходимое и самое вкусное. Желаю приятного просмотра. Поехали! Сканирование указывает на возможность модификации для скафандра. Я нашел какую-то модификацию на свой скафандр, смотрите, какого-то прилипенца. А как-то это поняла на вид Глона. Интеграция в систему прошла успешно. Начинаю функциональную проверку. Теперь ваш скафандр может использовать транслокаторы для телепортирования. Я так и знал, что та штука — это телепорт. Угу. Ну да, понятно, понятно. Я же сказал, что, скорее всего, это телепорт. Что-то же погубило эту инопланетную расу. В ПОВ, кстати, я поставил максимум. Где-то была вон 15 градусов поле зрения максимум. Больше некуда. Проверка пройдена. Точечная телепортация. Точка назначения, похоже, стационарная. Аж просела в ПС, блин, пипец. Шиш. Как бы туда добраться-то? Я, скорее всего, никак не доберусь. Стационарная, понял. То есть это телепорт, но не такой, как я думал. Телепорт не между этими штуками, а какой-то стационарный. Я смотрю на дали значительно проседает ФПС на некоторое количество времени и на да. Вот, я не могу эти штуки собирать, блин. И иногда еще есть косяк со звуком. Но в целом игра работает вроде более или менее хороша. Каких-то прям диких нареканий вроде бы нет. Четко-дорезко так выходишь. Знаете, бывает такая фигня, что ФПС чуть-чуть просаживается на какое-то маленькое количество времени. Ну, она вроде быстро устанавливается. Мне днем прогруз, потому что идет, я так понимаю. Она типа, наверное, телепортируется в локацию, а локация прогружается. А, я понял про что-то. Ой. Ебать. Да нет, нормально, она не сильно лагает, так что ладно тебе. Я бы сказал, что лагает очень редко и буквально капельку. А ты уж так сразу такой критичный. А, смотри, там подо мной статуя инопланетянина. Этот, а, это про прицеливание. Понял тогда. Тогда сварили водой. А, шишка, это такая штука, тогда я начинаю, а, я просто х потеряю, понял. Я подумал, я сначала, блин, начну. О, фух, как хорошо, что такие моменты не сначала. Это было бы максимально обидно. А это, кстати, чуть-чуть упрощает игру в этом плане. Когда темабу убивают, тогда сначала. Когда умираешь таким способом, как ты уже что сделал, я тогда не сначала. Так, улучшает рефлексы, замедляя субъектов в течение времени. Мгновенно повышают руль адреналина. А, либо-либо. Я не знаю, что такое адреналин, но вот эта штука звучит гораздо приятнее. Это как буллетайм, я так понимаю, временный. Насчет лагов вообще погубь, зато красиво. Ну, нет, ну, я так понял, она лагает очень редко. То есть, в принципе, это, я так понимаю, не критично совсем. Она лагает буквально на доли секунды и очень редко, поэтому я бы не сказал, что это как-то прям сказывается. Я так понимаю, она лагает, когда вот резко в новую локацию входишь, она их быстро прогружает и все. Ну, серьезно, ну, я вижу, что это очень коротковременное лагерь. Так, письмена. Так, сюда я пока идти не буду. А, когда я соберу 10, я, наверное, буду иметь некую возможность расшифровывать. Это правильный перевод. Ты меня спрашиваешь? Огонь не сводится. Там какая-то впереди не очень хорошая дверь. Затекла странный энергетический всплеск. Ставлю метку на карте. Вот разведу я после этого новой мир, будучи разведчиком. Так, где ты? Покажись. Непонятная херобора. А, только в голову зашибись. У меня с геймпада в голову попадать. А, на какую-то липкую дичь на меня выстреливает. Объективно я немножко жалею, что я пострадал не взял вместо этой штуки. Дамага у нее гавнейший собачья. И честно, я вообще не вижу, чтобы у меня хоть как-то было какое-то автоприцеливание. Я вообще его не вижу, блин. Это, кстати говоря, знаете, что будет сделать? Надо будет эту игру в следующий раз стримить через процессор, потому что я смотрю, что у вас иногда все-таки бывает за тупо. Их нет у меня, но БС, видимо, не хватает ресурсов. То есть, объективно... Да, вот в такие моменты... Да, блин. В такие моменты я смотрю, что... Вытягивает, но чуть-чуть не хватает. Самую сука малость. Если что, у вас будет всегда 60 FPS, потому что у меня отдельное идет кадрирование вам и себе. Не переживайте по этому поводу. Оно работает не так, как вы думаете. Количество FPS у вас остается прежде, вне зависимости от того, сколько я себе выбираю. Потому что у меня двупоточное кадрирование. Отдельно вам, отдельно мне. Лагает, да, у вас? Через процессор надо ее стримить. Очень прикольная игра, пока что дико доставляет. Надо перезагрузить, скорее всего, стрим и просто поставить процессор, не ебать себе мозг, мне кажется, потому что... Да, 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 FPS пипец, потому что в этой локации я смотрю сильно про... Прям... У меня FPS хороший, у вас FPS плохой, потому что на локации... А, у меня все равно 60 кадров идет? Странно, количество моих FPS не поменялось. Что-то интересное. Потому что... Ну, карта грузится, и не остается ресурсов для... этого... Беллистрима. Блин, чат, я не могу на геймпаде, это трындец, подожди, давай попробуем. А как тут делать рывок? Вопрос. А, альтернативный огонь здесь кушка. Кушка. Ага. Прижег. А Дэш как делается? На шифт, наверное. А, шифт и... А, понял. Шифт и пробел одновременно. Ага. Пошла жара. Пошла жара. Слушай, мне кажется, на клавамыши-то я все-таки эту игру пройду, а вот без клавамыши, мне кажется, я эту игру запарю. Какие-нибудь такие моменты, я тоже забей. Передвигаться на геймпаде одновременно прицеливаясь, отходя от мобов, это очень тяжело. Мне не нравится, что тебя открывают двери во время драки. Не, ну это логично, так-то вообще, с точки зрения, почему ты должен не открываться, если так подумать. Ну то есть, как бы, в общем-то и в целом они должны так работать. Чё бы они закрывались. А, я могу временно закрыть им глаза, смотрите, да? Изгнали из цитадели, фрику, непростительное табу, помещает, взывать и проникать в наш разум. А, нет, ну меня должны запираться противниками? Нет, ну с точки зрения реальности, это так не должно работать, согласись. То есть, почему меня должны запираться противниками с точки зрения реала? Блин, как же меня бесит этот хрен. А, ещё и камеры одновременно будут работать, да? Не, ну на главу мыши, конечно, куда попроще. Вот прям без вообще, без вопросов нахер попроще. Фаак, у меня нет ключа. Твою налево. Этого у меня тоже ведь нету, да? А, подожди, здесь не надо? Очистить за три единицы эфира удерживайте, чтобы открыть. Хозяин, я мог очистить. Интересно. Звук подключил. Так, альтерна... Хладагент альтернативного огня восстанавливает мгновенно, восстанавливает альтернативный огонь? А-а-а, это я... А-а-а... 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 А-а-а-а... А-а-а... Ты посмотри, как это работает. Так, хорошо, телепортно все понял. А-а-а-а... А-а-а... и тенки вот здесь я не был а нет стопа здесь я был фабрикатор я просто сюда не заходил большая склянка с альфием значительно восстанавливает прочность скафандра я могу хильнуться на я так понимаю разово у меня мало хп поэтому а я я это делаю еще и при этом за предмета а и один раз только я взял ли все я понял ой сложно ё-моё так как как использовать этот расходник подожди на геймпаде он был вот на эту кнопку она что он на клава мыши я не знаю мне не писала то что на тот момент играл на геймпаде так хорошо я восстановил себе хп с собой я все равно получается хилку взять не могу а нет могу одну одну получается хилка могу с собой взять чат слышу нравится нравится слушай игра пока прям очень приятно играет не будем никогда в жизни говорить об этом хорошо забудем что мы когда-либо это видели так это получается та самая дверь она закрыта дверь здесь вроде как получается она открыта хилка хилка она дверь здесь закрыта через эту да я понял алипад или подожди или так наоборот обозначаются закрытые двери а тогда получается это закрыта здесь нужен ключ я запомню это и буду рассказывать внукам не 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 нет нет забудь 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 прямо сейчас отхилился чтобы сдохнуть сразу там хилка лежит а вот я еще пока не умею добираться до таких мест меня еще не научили перезапуск будет думаю заколы идти или нет а вроде перестала лагать нормально же сейчас у вас же все хорошо совпаяться у вас больше не было ни одного просяда если ни одного просяда не было то есть перезапуска нет смысла на я просто на будущее что что я не буду ебать себе мозг буду через процесс тремя следующий раз и в поиске побольше смогу сделать я просто не знал не ожидал как она работает соответственно я же прорастую запустил на стрим так-то объективно я бы не сказал что она плохо работает я сказал что весьма неплохо это не разбить это пистолет на и вот эту сегодня может разбивать а господь я подумал это вообще-то атакуют меня нахрен так мне нужно найти ключ мне нужно найти ключ мне нужно найти ключ мне нужно найти ключ я кстати не исключаю даже такой момент что наверное может быть тут придется умирать чтобы найти какой-нибудь ключ и для того чтобы дальше продвинуться так как держи каждый раз все по-разному нет не точно из этих штук по идее должны были выпадать деньги вот кстати пистолет а шиш я смогу и сюда использовать точно есть теперь могу я забыл вообще блин надо все держать голове на самом деле давай сюда еще смотаемся я же теперь могу здесь использовать телепорт слушай я не знаю да может ну блин да ладно крестом дай пока с эта штука останемся вот что вот таким макаром обозначается так это пистолет надо смотреть я так понимаю ключ что обозначаться скорее всего не будет это та самая дверь с этими камерами получается это дверь которая заперта лазерным этим хрени мне вот сюда это скорее всего через камерную вот здесь еще это есть дверь на я не помню с чем она соединена здесь я был на птичка пистолет вот это вот мне неизвестная были бирда и она идет отсюда и вниз хорошо подождем осмотрящий здесь отсюда вниз через это получается подожди 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 сложно зараза сложная тема давай пускай да случайно предмет почему были блин это замедление да а нет даже какой-то неизвестный предмет враги с некоторой вероятности оставляет смолу после смерти блин на самом деле зря наверное даже хотя все равно же ресурсы с лимбру они пропадут я просто подумал что альтернативный огонь который у меня это шикарная вещь и я его ничего пока про меня убрать ты не стану так хорошо тогда получается это штука мы будем использовать как своего рода хаб локацию мне сюда вперед и налево пробуем так пройти мне сюда вперед и налево вот здесь получается да посмотрим что это такое а это так вот этот телепорт что ли обозначается все я понял я понял мне надо было просто знать что это такое как это работает если еду сюда то это соединяется с и бля сложная моя уху шити рогалики а ёбнуться можно на круглую попробовать пойти один раз разобраться я думаю будет гораздо проще сейчас разберемся собственно говоря помню это место а ты телепортируешь только в одно я понял все которые горят таким способом телепортируют конкретное место те которые горят таким способом телепортируют в разные места но не в разные какой выбор хорошо давай сюда попробуем пройти там через дверь найдите способ уничтожить инопланетные барьеры так-то понятно что делать но непонятно просто как это сделать пока что во всяком случае может быть конечно в них в тупую стрелять надо на это было бы тупо наверное да вот здесь меня не было я оказался прав это потому что когда раз он так все я понял и разобрался хотя бы как показываться двери так новая пушка но я не знаю давай возьмем это типа дробовик что ли получается она вот такая лагает о вас да чат лагает да или вас сейчас не лагала если лагает то я перезапущу все-таки чтобы на процессоре стримит на процессе будет нормально лагать не будет а 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 сейчас а а то в педес supplения понравилось чем это happen хорошо это не проблема это не вопрос в принципе я даже включать игру не буду я просто перезапущу, в принципе, так-то. Займут буквально 5 минут, я просто поменяю на процессор, и всё, лаги прекратятся, потому что я вижу, что просто нифига не грузится, грузится только карточка, соответственно, просто у меня будет нормально работать. Вообще, наверное, я просто на будущее учту, что все игры, которые требуют лучи, особенно если я ставлю на эпическое, наверное, просто разумнее сразу начинать стримить через процессор и не парить себе мозги, потому что карточка такие игры грузит хорошо, а процессор они вообще не грузят, так как всё тупо уходит на карточку, и всё. Так, оружие я, наверное, оставлю вот это, потому что мне кажется, оно просто поприкольнее, всё-таки, чем дробаш. Дробаш вообще не понравился, медленная скорострельность и дамажит он не так, чтобы мощно, поэтому на его в топку. Открылась у нас вот эта вот дверь, уж не знаю, куда сейчас лучше пойти, к ней или нет, но всё же. А, тут у нас сундук, хорошо. А, извините. Смотрите, это опять я. Ещё какая-то модернизация. А, это... Выглядит мирно. Он присоцался к моей руке. Он не проявляет агрессии. Он укрепляет. И в то же время ослабляет мой скафандр. Чё? Это как? Паразиты и ослабляют, и усиливают ваш скафандр. Нажмите так, чтобы посмотреть статус скафандра. информация о прикреплённых паразитах. Ух ты же, блин, ещё и такое есть. При низкой прочности запускает автоматический ремонт. Поднимая предметы, вы получаете урон. Ха! Ну, даже не знаю. Но интересно. Интересно. Очень интересно. А заранее, я так понимаю, даже и не узнать, как этот паразит работает. С одной стороны, полезно. Действительно. Вот лучше и не скажешь, одновременно укрепляет и одновременно делает хуже. Не знаю. Даже полезно это будет. Блин, или нет? Механика крутая. Да мне пока вообще игра люто доставляет. Я вам честно скажу, игра прям пока что мне вообще прям, прям всё нравится. Объективно. Очень нравится. Оптимизировано хорошо и прочее, прочее, прочее. То есть, ну всё пока что шикарно. Ощущение к чему придраться я не могу, блин. В своём жанре 10 из 10 пока что. Но единственная правда, всё-таки на клавомыши мне поудобнее играть, чем на паде. Не, конечно, могу попробовать снова, но мне кажется, я всё равно... Не, ну я прям двигаюсь совсем милене. Бля, нет. Я чё-то... Я не знаю. Я не очень уверен в себе на клавом... Ой, на паде. На клавомыши всё-таки мне полегче. Здесь нужна быстрая скорость, быстрая реакция. Я определённо на клавомыши обладаю куда большей реакцией. А, я понял. Я, наверное, нажимаю для того, чтобы перезарядиться. Ах ты, зараза. Здесь может просто так выпасть оружие? Ай, кто? А, я предмет же подобрал. Господи, точно. А, это такой же дробаш. У меня выпал дробаш из... Прикольно выглядит. У меня выпал дробаш из... С этой самой. Блин. О, новый паразит. Убийство врагов восстанавливает прочность. Берём. Берём нахрен. А, я два прилепил на себя одновременно. Я думал, я меняю, поэтому я предметы спокойно стал менять и потратил себе всё. У меня получается реген от врагов теперь и реген, когда я... Когда мало в скафандре хп, но при этом я, когда беру предмет и теряю прочность. Слушай, блин, как прикольно сделано. Недоступно из-за паразита. Я не могла птички из-за паразита брать! Твою мать! Нахилю себя убивая врагов. О, нифига система! То есть можно прям выбрать, что тебе лучше. Давайте пока оставим хил врагами, ладно. Посмотрим, как хорошо он хилит. Аптечки очень мало хилят, поэтому... Врагами, кстати, вроде неплохо хилят на самом деле. Всё, задача облепить себя всего паразитами. Но, видишь, они... Они вредят! Они не то, что вы прям, знаешь, какая-то лютая имба. Они действительно как-то вредят. А предыдущий стрим теперь недоступен? Ну, временно на ютубе, да, как обычно, я же скрываю. А твичи будет доступен, если хочешь, я потом открою. Точнее, на твичи я по любому открою, а твичи будет доступен. А на ютубе со временем появятся. Я говорю, когда-нибудь возьму отпуск от стримов на некоторое количество времени, чтобы... Такой, на месяц где-нибудь, чтобы просто всё сделать. Один раз сделаю, знаете, чтобы потом не ебать себе мозги. Ну, не на месяц, я, конечно, сутрировал. Может, недели на три. А птички я брать не могу, видите? То есть, однозначно, паразиты штука прикольная, но не сказать, что прям лютейши прикольная. Они всё-таки вредят. Не отвечай, я открою доступ к ведущему стриму. После стрима не переживайте. Кто хочет, потом в записи глянуть без проблем. Но это без закрытная отречетка. Я же ютуб потом монтирую. Такая технология зовётся видеокамера. Как они-то столкнулись с такой же враждебной фауной. Да, я так думал. Так, хранилище данных. Расходники, враги. Но про них мы как-нибудь потом почитаем. Я говорил, что я сейчас не хочу пока читать. Мне хочется играть. Модифицированный пистолет. Нет, смотри, бонус к урону у него выше. Блин, давайте пока пистолет оставим. Мне просто вот реально кажется, что у пистолета, как я и говорил, по-моему, самый большой пока что, рано всех кого, оружие, которое я видел. Слушай, какая красивая игра, мать его. Фабрикаторы. Я такими пользовалась. Да, пользовалась. Есть такая. Чекайте, чекайте, чтобы они были лагов, чтобы всё было замечательно. Игра очень требовательная. Она очень такая внушительно жрущая ресурсы компа. Ну, я не могу сказать, что она плохо оптимизирована. Да, видно от фауны. Я просто всё-таки стримлю, поэтому у меня ещё очень сильно всё грузится, но... О, сейчас я, наверное, научусь пользоваться, мне кажется. Ну, как-то... Переползать, скажем так. Я могу её не очищать. Странно, а зачем очищать их? Так, успешно я ускоряю восстановление альтернативного огня на 3 секунды. Я каждый раз получаю урон. Как мне... Интересно, когда меня научат взаимодействовать с этими штуками. То есть, как бы, что сделать, понятно. Только у меня, походу, нет такой возможности на данный момент, в принципе. Смотрите, да и аптечки не взять. Зараза. На! Облепить себя всего паразитами, может быть, не всегда полезно. Какой-то красный пол. Наверное, наступать на него не стоит, я хз. О-о-о! Ёбушки! Слышь, ты, моргалу. А, подожди, точно не видел. Как-то вообще... Чё ты в меня стрелять-то стал, сволочь? Ну, на красный пол мне, наверное, явно наступать нельзя. Полу-то лава. Не он, моё почтение. Блядь, 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 нет, только не сразу, прошу! О, господи, боже ты мой. Что это? Оу. Как ты? Да вроде норм. Не выспался, правда, нифига. Проспал стрим сегодня немножко. Ну, буквально чуть-чуть, на минут 30-35, но. Так, ну хорошо, ладно, выглядит не сложно, на самом деле. А так, в целом, хорошо. Очень прикольная игра, очень нравится пока что. Прям замечательно играется. Секси вкусно. Чатик, лаги, глюки, всё хорошо? А ну, закройся. Давайте очистим. Блин, я каждый раз реально раню себя. Сараза. Чудно. На увы, мне нужно идти, давай, братишка. Да, ненадолго ты что-то зашёл, но всё равно приятно, спасибо. Блин, вообще, невозможность брать аптечки и то, что я каждый раз всё-таки себя убиваю тем, что берут какие-либо предметы. Ну, как бы, блин, такое, значит. С одной стороны прикольно, с другой стороны, твою же мать. Так, хорошо, смотрим, смотрим. Значит, сюда я был, аптечки взять я не могу, поэтому на аптечки не смотрим. Здесь, здесь, хорошо. Мне надо аж вот вебеня, короче, мне надо, ясно. Да, спасибо, спасибо. Да, с лагами и глюками всё хорошо, их много и они стабильны. Ну, это как раз то, чего я добивался, всё хорошо. Так, убежище, врата, инопланетный архив. Попробовать добраться до сюда, наверное, стоит. Тогда давайте найдём какой-нибудь ближайший телепорт. Где-то же здесь был телепорт. Это даже. Телепорт, телепорт. Вот, отлично. Так, хорошо, смотрим. Сюда пока нет никакого смысла, у меня нету этой штуки. У меня же нету этой штуки, стопа. Давай посмотрим. Хранилище снаряжение. Снаряжение. Это артефакт. Так, это не то. Состояние, карта. О, шиш! Ну вот здесь, получается, я не всё изучил через это, да? По правой стороне ещё можно пойти. По левой, а надо в убежище. Сюда. Зараза, как сложно тут ориентироваться. Твою же медь. Хорошо, давай, подожди, посмотрим. Угу. Причём, обидно то, что, знаете, я не могу отсоединить паразита на некоторое количество времени для того, чтобы взять аптечку, а потом присоединить паразита назад. Но так не работает. Бота это. А, кстати, у меня же теперь ещё и при этом появилась возможность разрушать нароста, потому что у меня же пистолет. Вот пистолет-альтернативный огонь позволяет разрушать такие штуки. А, видимо, они такие. Странно. Или, видимо, у меня альтернативный огонь другой у этого пистолета. Продолжение следует... дон почему я ему в глаз выстрелил он не должен был слушай кайфово играть я блин по какой причине сдох то я понять не могу я я почему сдох я же выстрелил в него о узнаю хорошо ладно ладно я начинаю понимать адаптацию комнаты прочие вещи а я так понимаю пистолет то я также теряю да то есть вот мое снаряжение да он становится уровень 0 блин умирать вообще не стоит я понял все будем стараться паразитов теперь читаем нам первый раз не дали их читать хорошо 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 не все паразиты одинаково полезны по моему тебя другой глаз у битвы не стоит так самое забавное я вроде бы должен был нет меня по-моему он же убил я вообще думал что ну блин я не знаю спокойно шел я думал что у меня не тронет глаз опа ключ хорош даже удачно на самом деле то что нас убили мы сразу нашли ключ следующий раз когда она попадется подобного рода дверь мы спокойненько сможем взаимодействовать с ней еще какая-то новая пуха ни разу такое не видел что-то непонятное какими-то иглами стреляет или что-то в этом роде телепорт я кстати не потерял возможность телепорта у меня по-прежнему осталось но у меня нет активных потому что я не нашел другие понятное дело опа-опа-опа мать твою о слушай хорошо дамажит эта фигня она самонаводящийся вот все с геймпада стрелять хорошо были на вот эту пуху я нашел слушай сейчас все блять живем не умираем мне нравится то что я сейчас нашел и ключи вид пуху одновременно хорошая скажем так эта катка шикарно о звук ножка предлагаю подлагивает но вот со звуком от игры есть такие проблемы ай-яй-яй-яй-яй какой-то коломет коломет еще один ключ слушай я даже не зря сдох вот объектив а ну как-то удачно совпало все не знаю непосредственно в этой катке у меня прямо лучше получается но не получается в том плане что реквидирует все сбои сфера сброса а это наверное когда я всех все всяких на себя короче по 0 плю я в общем могу просто отлепить все понял аннулируется грубо говоря не отстали чат пишет кар нифига я буду стараться выжить мне нравится в момент в котором я сейчас вот эта вот катка зачем там эти штуки если я туда попаду мне будет так хорошо пока сюда не пойдем пойдем другое место тут много дверей так это с тебя я пришел до тебя я пришел хорошо значит я не был нигде кроме этого места хорошо что у нас тут и о башке она я туда и подробно отсюда пока не могу она и могу вниз упасть подожди нет хорошо пока посмотрим что еще других местах тогда вниз я пока не хочу мы здесь тебе может повесить здесь тебе может повезти с тем что ну с локацией скажем тогда а может они повезти когда ты появился держи все рандомно так как это рогалик отстанет мне так хорошо туда пока наверх сходим ту локацию вот вот в это вот непонятно охренать не на эту штуку не уничтожить это закрыто но у меня есть ключ у меня есть ключ ну а это открыто поэтому давай пока сходим сюда на ключ и ставим позже а это я понял давай 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 а здесь карты каждый раз новое или просто знак заново рисуется каждый раз новое лес адаптируется там было сказано этот момент повышает квалификацию оружие ёбушки квалификация сразу на один чат я конечно в шоке офигенно я так и не научился что такое r1 блин на клава мыши я так и не понял как удачно у меня все-таки попала локация там он есть плюшка ну ладно туда пока не пойду вот здесь много от рандома зависит я понял а как и в любом рогалике как говорится веселители повышают ваши характеристики на время круга они мгновенно применяются соответствует характеристики не сохраняется на режиме ну понятно умру все gg как говорится можно сделать такого им балансного персонажа потом случайно сдохнуть и это будет так обидно рогалики зло чат прикинь да то есть можно реально случайно сдохнуть когда это просто получил какую-то дикую имбу и потом сдать из-за этого так теперь мне остается только низ отстанет меня сука блин почему тебя убить нельзя а я не сдохну вот ебать колотить так серьезно а если я упаду и умру пиздец а как я должен понять это я сейчас об этом подумал а если я умираю когда падаю с такой высоты охренеть а если я в натуре сейчас сдохну ебушки обидность его действия в том что я не знаю это вот это будет просто gg блин мне что-то так ссыкать на туда падать жить у меня но и семья по сути больше некуда если так то подумать а куда я еще пойду факт чат твою мать если я сдохну это же будет писец как обидно других вариантов я не вижу блять мне сейчас будет твою мать пиздец я не а как узнать я не знаю такая высота для меня смертельно или нет фух я реально боялся но просто высота на вид очень большая я подумал мало ли блин серьезно я как же а фрагменты сохраняются просто катка такая удачная и так не хотелось ее терять нет как видишь но заранее то я не знал но сейчас тоже ладно хотя бы в курсе а заранее реально ну я реально боялся потому что вполне же могло быть и так что я приземлился бы мне gg был бы мало ли блин от рогалик тут же все пытается меня убить какая пуха охерительная и я еще 10 процентов ей сверху урона дал какая пуха охерительная вау пока что самое сильное которое я находил и она сама наводящиеся просто вообще божественная вещь это оружие я думал это сундук если честно в этом интерес мне кажется не но я с тобой согласен да в этом суть игры что ты понятия не имеешь что тебя убьет и в какой из моментов это что ты можешь собрать ин балансного персонажа но при этом просто спокойно абсолютно без каких-либо проблем сдохнуть потому что это просто не понял чё собственно говоря надо сделать старый калибровщик повышает квалификацию оружие охренеть мне на оружие нападала господи я сделал какую-то лючейшую пуху я не знаю вау мне на оружие нападала как же я дамажу какая-то нереально крутая пуха она в принципе реально еще и сама наводится сама так мне нужно тогда получается двк лучше не буду рисковать прыжком я побаиваюсь и лучше так юнуться лучше не спешить знаете когда берешь какую-то офигенную катку и какую-то офигенную пушку и ты еще так офигенно прокачался ты переживает начинаешь в два раза сильнее чем мог бы потому что тебе страшно и не хочется проебаться так можно пойти вниз получается можно пойти сюда ногу сюда раз мы тут пока что огромное спасибо за просмотр друзья надеюсь вам все понравилось и вы не забудете поддержать это видео лайком и комментарии мне будет очень приятно если понравилось у нас подписывайтесь вдруг вы этого еще не сделали а также не забудьте подписаться на группу вконтакте расписание стримов находится именно в ней ссылочка в описании увидимся друзья буквально скоро